Открытый диалог между руководством аккумуляторного завода и теми, кто скептически настроен на работу предприятия, состоялся в очередной раз. Встреча началась с информационной доски и подведением итогов проделанной работы. Основные темы, о которой говорили на этот раз и которые волновали горожан, касались хранения, переработки и использования опасного вещества оксида свинца. Мы, проводя пусконаладочные работы, руководствуемся законодательством ТКП-45 по индивидуальному комплексному опробованию оборудования во время пусконаладочных работ. Газочистные установки являются частью технологического оборудования и они должны проходить комплексное опробование в составе работы линий. Мы строго соблюдаем это ТКП и законодательство по водоэксплуатации и, конечно же, учитываем в плане рекомендаций, мы учитываем мнение общественности, чтобы быть открытыми. То есть вот это мы сейчас и делаем. Так ли то, что во время пусконаладочных работ октябрьских были какие-то аварии и палатки здесь? Я не видел никаких аварий и неполадок. Что касается неполадок, то есть мы общаемся с производителями, где-то какие-то есть программные обеспечения, небольшие сбои, отладки, наладки, подстройки. Ну, это происходит ежедневно. Что касается каких-либо аварий, ну, такого, в принципе, точно не было. Несмотря на то, что в этот раз желающих принять участие в открытом диалоге было не так много, люди активно задавали вопросы руководству и экспертам. Особенностью этой встречи стала производственная лаборатория. Ранее экскурсии в этом месте не проводились, а потому интерес брещан был обоснован. Здесь, помимо производственного контроля, специалисты проводят экологический мониторинг сточной воды, выбросов и почвы. Нашим исследованиям в части экологии можно 100% доверять, потому что, во-первых, мы пользуемся реестровыми стандартными методиками, которые используются у нас в области охраны окружающей среды в Республике Беларусь. Наше оборудование метрологически аттестовано, проходит периодическую поверку, то есть нет оснований не доверять измерениям, которые мы производим непосредственно на источнике выбросов. Измерить аэродинамические показания на источнике выбросов, рассчитать его объем и совершить точные расчеты концентрации сложно, если нет подходящего оборудования. Именно поэтому специалисты аккумуляторного завода работают только с современным оборудованием. Пока на четырех источниках предприятия было проведено измерение и по данным лаборатории превышение свинца не обнаружено. Меня, в частности, интересовало хранение и переработка, использование опасных веществ, оксида свинца. В данном случае, конечно, вызывает беспокойство сам этот оксид свинца, его хранение и его использование. Насколько это безопасно? Пока я ничего не могу сказать. Я думаю, что ближе к референдуму будет больше информации о том, насколько безопасно это предприятие. С начала следующей недели, как отметил директор предприятия, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии будут проверять производственные факторы на рабочих местах. В этот список входят шумы, вибрация, концентрация свинца и серной кислоты. А позже Центр аналитических экспертиз будет производить замеры на источниках выбросов. Все эти работы руководство предприятия постарается сделать открытыми. Мы еженедельно даем какие-то обновления по ходу пусконаладки для населения. Мы хотим каждый шаг, чтобы население знало, общественность была в курсе, что здесь происходит, и факты не искажались.